доброе утро дорогие телезрители у нас предпоследний день июня у нас 29 число алина с паской в студии алексей риман мы рады вас приветствовать мы как всегда с хорошим настроением в этой студии собрались и начнем по традиции с новости она у нас сегодня образовательная и будет интересно для молодежи потому что их конкретно молодежь приглашают на всероссийский молодежный образовательный форум амур который состоится в хабаровске 16 по 22 августа заявки принимается до 2 июля так что нужно поспешить да ребятки времени немного давайте расскажем о том в рамках каких образовательных программах можно будет принять участие первое это трек под названием если быть то быть первым для молодежи от 14 до 17 лет еще у нас есть развитие малых городов для молодежи от 18 до 35 и добро пожаловать домой для молодых специалистов помогающих профессий так что регистрацию можно пройти на сайте росмолодежь точка ру в разделе о форумах заявки принимают как мы сказали до конца этой недели так что ребятки жить нужно ускоряться а еще нужно ускоряться и скорее смотреть анонс сегодняшней программы дабы узнать что ждет вас сегодня стадион амур благовещенский реконструировали амурские аграрии побили рекорд по посевам чем еще запомнилось 29 июня в разные годы в истории нашего региона расскажем в традиционной рубрике день в истории и посоветуем праздники которые сегодня можно отметить нашей постоянной рубрике вам вопрос просим у благовещенцев чем можно заняться в отпуске если никуда не поехал и остался в городе с первым гостем нашей студии психологом антоном будаковым будем разбираться как родители могут помочь своему ребенку выпускнику школы во первых снять стресс после егэ во вторых сейчас период поступления и выбора профессии вторые гости нашей студии представители спортивного сообщества области елена безматерных и алексей линченко расскажут как амурчанам попасть на дальневосточные игры гт о 2023 обязательно дадим астропрогноз для каждого знака зодиака и в нашей рубрике спросим у стилиста научимся делать практичную и красивую прическу на длинные волосы но сейчас не нарушает традицию сделаем маленькую паузу и посмотрим короткий выпуск новостей никуда не переключайтесь мы вернемся совсем скоро доброе утро еще раз всем тем кто только что присоединился к амурскому областному телевидению в эфире наше утро студия алексей риман алина спаская мы традиционно рады вас приветствовать этим утром четверга 29 июня на календаре и давайте разбираться что же сегодня 29 июня в четверг случилось на амурской земле в стране и в мире какие праздники события памятные даты но во первых сегодня отмечается день кораблестроителя в россии все те кто трудится на судостроительном заводе в нашей амурской области в городе благовещенске в частности есть такой еще все кто в целом где-то на пароходе море катаются да не в парике по морю это же не только до работ на судне но это же иногда там что-то починить то есть немножко как бы кораблестроение присутствует а возможно кто-то дома сидит и строят кораблики из спичечных коробков или там из спичек вот знаешь вот такое вот тоже есть у людей увлечение поэтому всех причастных мы в любом случае сегодня поздравляем еще 29 июня отмечается день промышленного дизайна давайте разбираться что это такое и кто его может отмечать промышленные дизайнеры представляют продукты которыми можно наполнить дома офисы больницы и школы этот праздник предназначен для того чтобы в принципе промышлен промышленный дизайнер развивать познакомить людей с его историей и потенциально заинтересовать людей этой профессии ну всех промышленных дизайнеров поздравляем в таком случае и переходим к праздникам неофициальным сегодня праздник объятий обнимите своих близких родных международный день рыбака как то вообще мы что-то каждый раз как 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 не выпуск так что-то с рыбаками но лето да поэтому как без рыбалки всех любителей приглашаем с удочками пройти к месту для ловли вдоль амура или вдоль зей еще сегодня день поиска вкладов и секретов пройдите с металлоискателем если у вас его нет то просто с лопатой вдруг что-то найдете и станете богатым вдруг так случится всемирный день рукопожатие это мы относим к дню объятий то есть если у вас не слишком личные отношения с человека можно просто не обнять так пожать ему руку и тоже сегодня отметите такой день международный день грязи сегодня отмечают вот с этим я не знаю как быть но вот если делать если все-таки синоптики не обманывают и сегодня будет достаточно дождливо то вот песок плюс дождь получается грязь вот можно вот какие-то грязевые ванны устроить вот про следующий праздник я знаю некую информацию грушинский фестиваль авторской песни сегодня его день это фестиваль бардов когда люди собираются с гитарами у костра где царит не вероятная атмосфера вот это вот всю батарейку там поют пожары и дожди эх вот бы сейчас оказаться в таком именно месте на таком фестивале я думаю там действительно классно поэтому кто был участником или кто возможно планирует когда-то в будущем вам крупно повезет слушайте на самом деле грушинский фестиваль можно и устроить дома взять акустическую гитару и какую-нибудь любимую песню со своими сожителями семьей родными и второй половинкой спеть поэтому для этого не обязательно ехать куда-то в лес главное чтобы душа требовала песни просто берешь гитару либо любой другой музыкальный инструмент и исполняешь я думаю что с песней всегда живется легче как и с рубрика день в истории которая нам расскажет прямо сейчас что интересного случилось 29 июня на амурской земле в 2011 шла реконструкция стадиона амур он вмещает 17 тысяч зрителей здесь обновили беговые дорожки футбольное поле трибуны табло капитального ремонта внутри спорткомплекса не было почти 40 лет возле стадиона оборудовали две площадки для волейбола и две для гордков в 2017 аграрии области побили рекорд по посевам в премурье было засеяно более миллиона гектаров из них 979 тысяч заняла соя план посева на 100 процентов выполнили хозяйство белогорского района аграрии благовещенского перевыполнили необходимые показатели на 3 процента в бурейском свободенском серышевском и тамбовском районах план перевыполнен на один процент а в ромнинском на 7 в областной столице проходил гастрофестиваль в районе триумфальной арки повара и кондитеры из благовещенска и хэхэ предлагали различные угощения за символическую плату гости праздника могли попробовать пахлаву с грецким орехом миндалем изюмом пирожки с яблоком рисом и рыбой капустой или мясом бургер с котлетой из щуки повара из кнр устроили настоящее шоу на огне они приготовили карпа в красном соусе креветки и камбалу на набережной амура благовещенцы отмечали день молодежи возле ротонды разместилось пять тематических кварталов благовещенские каратисты и вольники показывали горожанам свое мастерство на развлекательной площадке все желающие могли пройтись по космодрому восточный с помощью очков виртуальной реальности студенты активно принимали участие в визе квартале милитари молодых людей записывали на службу по контракту а также предлагали сыграть в лазер так в благовещенске к работе приступил необычный продавец мороженого робота по имени кики установили в городском парке электронный продавец слышит жестикулирует оснащен терминалом безналичной оплаты купюроприемником сенсорным монитором для приема заказов окошком для выдачи чеков и способен разговаривать с покупателями это шестой в россии робот-мороженщик пять таких установлены в москве санкт-петербурге и казани лёш вот знаешь я считаю что мне очень повезло родиться не благовещенске в другом городе маленьком относительно благовещенско-шимановске потому что у меня есть возможность будь то ли это будет то в любое другое время года я могу уехать туда к своим родным и тем самым сменить обстановку и как будто вот в отпуске побывать вообще совершенно в другом месте но есть люди такие как я у которых лето это вообще не отпуск поэтому мы все остаемся здесь в городе даже вне зависимости от того отпуск есть или нет есть те кто все-таки не уезжает другие города на какие-нибудь маленькие свои каникулы и задаются вопросом чем можно заняться здесь вот в городе благовещенске и ближайших населенных пунктах но можно сходить искупаться на зейку например или позагорать но искупаться будете помните да что только отведенных специальных местах и очень осторожно да на самом деле можно и дома хорошо время провести а можно и встретиться с друзьями можно сходить на прогулку можно пойти в какой-нибудь новое кафе попробовать какую-нибудь экзотическую кухню в общем на самом деле вариантов много это только то что я могу вам предложить а если спросить у жителей на улице амурского столицы то они тоже подкинут варианты да ну давайте вот наш корреспондент как раз вышел на улицу города и спросил у благовещенцев чем же заняться если кто-то вдруг в отпуске в своем остается в городе давайте посмотрим их ответы да чем угодно спортом например только сейчас жаркие летние месяцы надо выбирать ранее утро солнце вообще сходит в четыре часа но хотя бы часиков в шесть если выйти то не будет жарко можно прекрасно позаниматься спортом либо уже после захода солнца можно гулять бабушками и дедушками например вообще мы приехали из новосибирска и приехали вот к бабушкам и дедушкам потому что не получилось поехать в отпуск но полноценный можно поехать наши какие-то санатории там очень красиво сосны воздух никого нет можно в одиночестве отдохнуть я вот хожу по набережной каждый день по 15 километров худею ночью ну чем можно чем благовещенский заняться вкусно покушать в кафешках наверное дачный отдых возможно гулять тоже по городу в парке очень хорошо как раз в тени от жары позагорать спортом позаниматься вот у нас благовещенск очень спортивный город все занимаются спортом на площадках баскетбол играют вечером у нас очень красиво набережной очень прийти в городской парке первомайский кстати такой набережной я вот фотограф еще сам по себе по россии летаю снимаю вот такой набережной как у нас нет нигде ну серьезно говорю я вот и в сочи был везде был нигде нет такой набережной как у нас ну что прямо сейчас хочется петь одну лишь только песню подожди дожди дожди я оставил любовь позади но хоть любовь позади у нас и не остается но дожди у нас сегодня точно присутствует в этом дне но люди которые живут дома без кондиционера наконец-то выдохнут приоткроет окошки и поток прохладного воздуха зайдет квартиру это духота наконец-таки спадет вот сегодня сильно будет дождливо или нет а может быть наоборот нам синоптики как обычно по наобещают и вот это влажное стечение дня будет копиться и мы будем вот так вот сидеть и думать господи когда же уже хоть что-нибудь случится с этой погодой узнаем из короткого прогноза все-таки синоптики люди на мужского боссом телевидения точная и обычно нас никогда не обманывают давайте посмотрим выпускные вечера закончились и одиннадцатиклассники которые были вчера еще школьниками уже абитуриенты и многие из них задаются вопросами куда поступить как быть чтобы с этими баллами егэ делать а вдруг я набрал не так много как хотел мы сегодня будем обсуждать такие глобальные темы первое из них это как помочь родителям своим детям кто не уверен в выборе профессии что им в принципе делать и как детям снять стресс который накопился после длительной подготовки к егэ об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем психологом антоном будаковым доброе утро доброе утро ну что действительно да многие школьники переживают думают ладно егэ пережили теперь нужно поступить вот волнение которое внутренне вот нагоняется и нарастает как его подавить как его я не знаю притупить или может быть наоборот жить с ним спокойно да вот это очень важная тема потому что родители дети проживают кризис и тут фундамент мне кажется это умение родителям и детям быть в одной команде умением договариваться умение проживать эмоции что да я волнуюсь да я там тревожусь да я злюсь и умение легализовать это что нет неплохо грустить неплохо злиться неплохо быть уставшим и словно родители и дети это как марафон все-таки идут к цели вместе это первое а второе важно это эмоциональное состояние как каждого члена семьи так и общей команды ну и третье это когнитивные моменты то есть есть какие-то задачи нужно там сдать экзамен нужно поступить и если мы стабилизировали свое эмоциональное состояние то тогда мы можем уже решать принимать решение и делать какие-то выводы что дальше делать но опять же с помощью чего его стабилизировать да с помощью каких-то разговоров семьей да то есть командой вот этой которую мы описали да или может быть какие-то есть еще методы вот самое на мой взгляд главное это разговоры то есть родители они все равно у них большой опыт они шире смотрят и если создать эту дружелюбную атмосферу что да есть там определенные возможно ошибки на пути к сдаче экзаменов еще какие-то задачи там может быть не выполнены выполнены но если это все легализовать озвучивать то создается такая дружелюбная безопасная атмосфера у детей у родителей а дальше уже так а что у нас есть мы все успокоились мы все вместе мы команда мы друг друга поддерживаем что у нас есть какой у нас есть расклад сколько баллов куда мы хотим что мы знаем там про ребенка какие у него интересы и дальше уже определяться уже в этом ресурсном таком состоянии насколько это возможно куда мы двигаемся дальше господи какая же простая истина просто нужно разговаривать в любых ситуациях окей с этим все понятно допустим ребенок набрал нужное количество баллов спокойно поступил куда хотел с этим все ясно а если вдруг баллов набрал не столько сколько планировал и какие-то вот заоблачные мечты построены еще до экзаменов начинает рушиться как с этим быть как с этим справляться да тогда вы получается высокий уровень притязаний то есть человек хочет чего-то а здесь а возможности вот здесь пониже и тогда это же тоже динамика что так я хочу быть здесь но сейчас я могу быть только здесь тогда это первое это принятие того что есть того что я могу принятие опять же и эмоциональных переживаний которые за этим стоят грусть обида там досада злость то есть проговаривание что да я злюсь потому что мне это не получилось моя потребность сейчас не удовлетворяется эмоции обработали прожили в команде так сказать семейной обсудили а потом можно уже принимать решение так ну возможно сейчас я получу то образование которое могу а дальше пойду туда куда хочу или например год подожду подготовлюсь к егэс дам то есть ну различные уже стратегии можно принимать и выстраивать какие-то от этого да дальнейшие шаги родителям же тоже важно в этот период не давить на ребенка не винить его ни в коем случае да что это вот что это ты где-то виноват это только твоя судьба и ты там плохо готовился в свое время да это самое страшное это обвинение что да всегда можно найти виноватых в любой ситуации можно найти но цель-то найти общий ресурс общую поддержку и дать эту поддержку родителям в первую очередь потому что дети они все равно видят ужин у них опыта меньше родители могут со стороны своего опыта посмотреть и дать детям поддержку что да может быть где-то он и виноват но давай вместе как-то эту ситуацию решим то есть мы вместе и тогда у ребенка снижается уровень стресса у родителей даже возможно снижается уровень стресса а когда мы на низком уровне стресса мы в ресурсе мы видим шире наш фокус не такое внимание не туннельное а более широкое и тогда уже варианты другие видны вот кстати по поводу вариантов да будущей профессии есть выпускники которые знают на кого будут поступать сдают специальные экзамены и все у них окей а есть те которые сдают экзаменов много с целью того чтобы посмотреть там плюс-минус как по баллам будет и потом уже исходя из этого выбирать профессию но возьмем такую ситуацию допустим выпускник сдал много экзаменов в целом у них у него много проходных баллов поэтому он может выбрать и журналистику и там какую-нибудь компьютерную там что-нибудь информатику вот как определиться профессии если вдруг ты еще не успел но уже документы подавать надо тут важно смотреть во первых на человека который будет выбирать его интересы его все таки прям можно составить список а чем ребенок занимался и чем он занимается что ему интересно там какие передачи он смотрит чем он увлекается что он делает любит он общаться или наоборот дома книжку читать то есть прям составить список каких-то увлечений интересов такой бытовой портрет человека и это первое а вторая колонка это возможности вот как раз журналистика там психология там какие-то другие специальные деятельности разный за и тогда это все сопоставить и уже будет более-менее понятно а куда что и куда ребенку поступить но это он с помощью не сам же должен сделать также наверное родители за команду все вместе собрались и решаем вопрос взять вот этот опыт да вот эту мудрость родители все равно сами это проходили до времена тогда были несколько не те да ну не было такого выбора даже наверное перечня профессий которые есть и возможности таких да но наверное все таки времена идут и опыт он нарастает и уже какой-то взгляд со стороны он всегда необходим тут еще да важно вот как раз родителям вот слышать детей что ребенок может сказать я хочу куда-то туда вот родитель вроде бы понимает что это для него профессия как будто не приемлемо и родителю нужно вот побыть с этим что что там за профессия можно поизучать кто такой тиктокер блогер например да не резко рубануть с плеча а вот хорошо тебе это интересно что это как это и вот поизучать это вот опять же командная работа поизучать с принятием и дальше уже принять решение совместно что да нет вот я считаю что это например родитель говорит это не подходит или наоборот вот и вот это вот такое лоббильная принимающая обстановка дает возможность принять верное решение на мой взгляд мне кажется это вообще одной из самых сложных вот таких временных рамок когда человек закончил школу сдал экзамены пережил егэ до выпускные и потом его ждет новая ступень он идет в университет там вообще другая жизнь вот как с этим вообще в принципе справиться вот о чем речь я одиннадцать лет назад сдавал егэ это был 2012 год и я вообще не знал что делать дальше у меня сейчас 28 а я до сих пор не знаю кем я хочу стать другого родства алексей это нормально и тут важно понять что ребенок пережил прям кризис вся семья пережила мощный кризис и тут же важно еще восстановиться после этого кризиса желательно конечно если восстанавливаться то отвлечься прям сменить картинку куда-то поехать в гости там на день на два на три возможно то есть прям полностью сменить картинку чтобы не было вот этой кризисной ситуации и восстановиться но я уже уже можно я думаю что тема того как восстановиться после всего этого дела нам антон расскажет вновь когда придет в нашу студию потому что появляется он здесь достаточно часто даже мне кажется чаще чем мы с Алиной но мы всегда очень рады и всегда у нас получается отличный конструктивный разговор я думаю многим сегодняшним и родителям и выпускникам было полезно да услышать вот эти ценные советы которые пригодятся в дальнейшем будущем антон вам как всегда большое спасибо будем ждать вас снова спасибо нам и продолжение нашего утра как всегда сделаем короткую паузу и посмотрим небольшой выпуск новостей а после чего чего вернемся в эту студию продолжим эфир мы продолжаем наше утро сегодня предпоследний день первого летнего месяца 29 число алина спадская в студии алексей риман рядом с ней мы этот четверг уже встретили и продолжаем его встречать вместе с вами но сейчас дадим как всегда прогноз астрологический на этот день сегодня звезды говорят что день крайне беспокойный вот знаете когда какое-то волнение какое-то непонятное предчувствие возможно что-то вас пугает тревожит но вот это надо просто пережить наверное невозможно на не обращать на это внимание но тем не менее как-то надо постараться с этим справиться возможно кто-то будет метаться от дела к делу перекладывать какие-то вещи на другие места но вот сегодня такая неразбериха творится надеемся что завтра будет получше но надеемся хотя по крайней мере вечером точно сможем выдохнуть потому что звезды сегодня дают рекомендации вечер провести так как душа ваша позволит посмотреть фильм любимый сериал может быть что нибудь приготовить экстравагантное и порадовать скажем так себя этим необычным блюдом а может быть и не только себя так что вечером короче нужно будет развеяться и немножко перевести вектор вашего внимания с этих рабочих рутин каких-то вот как алина говорит да беспокойных на более спокойный приземленный приятный вечер так что такие прогнозы у нас от звезд на сегодня но это общие прогнозы давай не будем забывать вот для всех знаков зодиака конкретно для каждого мы посмотрим далее и узнаем как звезды сегодня на небе сошлись овны необходимо быть крайне внимательным во время перевода денег возможны ошибки и утомительный возврат средств тельцы есть задача нужно ее срочно сделать тем кто за рулем не спешите не исключены аварийные ситуации близнецы чрезмерная суета может создать негативные условия для реализации контролируйте ситуацию раки попытайтесь в ускоренном темпе выполнить мелкие задания глобальные и выгодные проекты сегодня вам не по плечу львы звезды рекомендуют меньше придираться к окружающим у каждого из них свое мнение и характер девы возможно найдете дополнительный источник дохода но придется повозиться с оформлением документов весы вы классически выстроите график работы масса времени останется на общении с друзьями скорпионы вас ждет накал страстей и принятие судьбоносных решений стрельцы чем больше конкретики будет в работе тем лучше не нужно размазывать каждую деталь обсуждать с коллегами нюансы козероги звезды рекомендуют забыть дорогу в прошлое особенно если о некоторых моментах пока еще больно вспоминать водолей абсолютный реализм следует включить в семейной жизни бытовые проблемы по одному взмаху палочки не решатся рыбы меняйте позицию по отношению к другу даже если он постоянно вызывает вас на спор амурчан приглашает принять участие в дальневосточных играх gto 2023 совсем скоро они начнутся это будет 10 июля и есть еще время чтобы подать заявку и стать участником более подробно обо всем этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии у нас заместитель начальника отдела при министерстве по физической культуре и спорту амурской области елена безматерных и президент федерации многоборья гто амурской области алексей линченко доброе утро добрый день доброе спортивное я бы даже наверное сказал бы утро что игры gto 2023 это же прям что-то что-то достаточно серьезное что там будет будут делать спортсмены ну в этом году получается впервые на территории дальневосточного федерального округа организован отборочный турнир для того чтобы все желающие могли принять участие в отборочном турнире и потом в команде регионов и дивизиона профессионалов и любителей представить свой регион на игра gto 2023 в рамках вэфа это вот что-то примерно что мы видим на экране да это такое прям много борья и прыжки и отжимания и наверное какой-то приседжим вот вы же были в прошлом году участником расскажите что там нужно было делать ну вообще да то есть такой стереотип gto наверное у многих что это там сделать наглончик там прыгнуть да и все какое-то количество получить значок то есть но наша федерация в частности амурского региона она расширяет эти границы по по указанию президента когда которое было в двадцатом году из готового нужно сделать какое-то молодежное движение чтобы это были соревнования смотрибельные то есть чтобы это зрелище было ну вот да и в том году также проходил отбор в формате ну вот как елена сказала там есть несколько категорий то есть человек сам может для себя определить кто он либо он там любитель либо профессионал вся информация есть в соцсетях есть на сайте игры gto можно ознакомиться и ну вот есть любители есть профессионалы также можно отобраться в команду региона этот отбор он будет проходить с десятого как уже сказали по 16 июля на стадионе амур вот и три лучших результата среди мужчин среди женщин формирует команду от региона от нашего региона амурской области всего будет один из регионов участвовать в кубке во втором кубке дальнего востока который будет проходить как уже елена сказала в рамках восточно-экономического форума в сентябре месяце в городе владивосток то есть сейчас у нас такое но отборочный предварительный этап и также еще одна категория есть юниоры это 14-17 лет также ребята могут прийти выполнить нормативы но комплекс который уже известен в принципе и также по результатам лучшим три парня и три девушки будут формировать команду за счет министерства спорта они будут отправлены на этот кубок здорово но а возраст фиксируется то есть это с 18 лет или могут школьники команда школьников формируется 14-17 команда взрослых от региона это 18 плюс и соответственно любители профессионалы это тоже возраст 18 плюс хорошо но это каждый может человек прийти то есть вот например просто сидел смотрел обычный телезритель наш сюжет и говорит о я могу я умею прыгать я пойду я пойду или нет или он все-таки должен обладать какими-то минимальными подготовкой профессионалов ну то что касается школьников и команды взрослых 18 плюс здесь подготовка основная подготовка по испытаниям комплекса готова тот который сейчас действует то что касается программы дивизиона любителей профессионалы там конечно нужна специальная подготовка вот поэтому кстати принять участие ну будет затруднительно скажем так но попробовать конечно можно у нас есть много времени для того чтобы каждый попробовал свои силы то есть на сайте gto.com.ru есть вся программа презентационных материалов то есть каждый из тех кто сейчас посмотрит репортаж да могут ознакомиться могут выйти на площадку опробовать каким-то образом даже подготовиться подготовиться как раз у нас есть время для того чтобы зарегистрироваться до 7 числа и непосредственно уже с 10 по 16 будет проходить само тестирование то есть грубо говоря например я да не ну не прям супер чтобы спортивный человек но могу записаться на отборочный этап прийти и как минимум хотя бы для себя сознанием того что в тройку я может быть и не попаду но пройти этот комплекс и условно там понять вообще как какие у меня там возможности проверить свои силы совершенно верно вы проходите ознакомитесь готовитесь для себя делать какой-то определенный шаг и может быть через год у вас уже будет какой-то какая-то будет конкретная нацеленность на этот период и мы вас ждем уже в команде а вот чтобы подать заявку необходимо какой-то может быть взнос или вообще что нужно захожу на сайт смотрите всю программу регистрируйтесь все участие как регистрация так и участие все это бесплатно это хорошо мы вот такое любим участникам что-то дают на старте там какой-то набор может быть чего-нибудь давайте мы этот момент ставим как бы в секрете в секрете да вот в качестве презента ставим футболочку чтобы у вас как раз для сотрудников всей редакции был какой-то заряд стимул да вот а для всех остальных у нас пока ну что-то будет но пока держим пока не будем хорошо алексей по опыту прошлых лет ну вот скажите какими качествами должен обладать человек да спортсмен чтобы хоть как-то выдержать эти испытания ну вообще надо быть разносторонним человеком то есть это и гиревой спорт и тяжелая атлетика и легкая атлетика и моноцикличные движения где-то гребля где-то байк где-то там пробежать нужно на канате пролезть выход силы в кольцах сделать на руках пройти ничего себе это я говорю о команде ну о категории профессионалы вот у любителей там конечно плавночка занижена вот но все равно ну функционально подготовленным нужно быть и чтобы не быть голословным вот допустим комплекс который будет для отбора в команду он выглядит следующим образом он состоит из двух частей первая часть ну допустим вы Алексей захотели поучаствовать вам нужно будет зайти на сайт так игры ГТО там зарегистрироваться получить уникальный код УИН и ну соответственно там вкладочку нажать отбор в команду с 10 по 16 вы приходите на стадион Амур там соответственно площадка уже готова и нужно будет сделать что именно дается 4 минуты это первая часть вот в первую минуту нужно пробежать 10 челноков по 10 метров то есть сколько вы это пробегаете да время фиксируется остаток времени из 4 минут вам нужно выполнить максимальное количество повторений или кругов ну сколько вы сделаете там прыжки в длину по своей категории там ну определенные метраж да 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 метр восемьдесят для девочек два метра для парней потом нужно сделать отжимания от пола до касания платформы и нужно сделать подъем корпуса на пресс и вот это вот до конца 4 минутки вы молотите кто больше сделает соответственно будет время челнок сколько вы сделали да и потом сколько повторений кто сделал потом одну минуту отдыхаете и необходимо закончить как можно быстрее комплекс это 30 толчков гири тоже у каждого свой вес там есть ну по категориям по длинному циклу а потом нужно сделать 20 приседаний с этой же гири и подтягивания по категориям там соответственно у девочек австралийские так называемые подтягивания на горизонтальной ну горизонтальной но низкой перекладине и для парней это высокая перекладина ну в общем дорогие телезрители если то что вы услышали сейчас вас ни в коем случае не напугало а наоборот зарядило да смело заходите на сайт gto.com.ru регистрируйтесь на непосредственно игры gto 2023 проходите отборочный этап возможно именно вы станете тем самым представителем спортсменов в гто от амурской области на финальных игры которые пройдут в рамках восточного экономического форума Елена Алексея вам спасибо большое что сегодня стали нашими гостями я думаю в этом году будет как никогда участников чем мы вам искренне желаем ну и конечно только вперед физкульт привет это все вам адресовано сегодня спасибо лето жара высокая влажность это все неприятели людей с длинными волосами ну девчонок в первую очередь но вот я да учитывая там длину например своего волоса все равно так или иначе от этих всех дел иногда страдаю потому что ты вроде бы собрался куда-то по каким-то важным делам а тут раз вот из-за этой всей жары и влажности ходишь потом такой какой-то с волнистым волосом как баран ну это я про себя говорю у меня так с учетом того что Леша ты например еще не бегаешь не прыгаешь не играешь в какие-то активные игры как например дети младшего возраста да девчонки у которых длинные волосы а они на улице резвятся и так жарко вот эти волосы путаются вот это вот да постоянно челки вот эти вот отлетают назад вот кстати что с ними делать с этими волосами мы сейчас поможем и подскажем мамам будущих прекрасных леди у нас есть рубрика спросим у стилиста где стилист Екатерина Смолина расскажет о прическах на длинные волосы как все-таки возможно их убрать чтобы получилось и красиво и практично ну давайте посмотрим здравствуйте сегодня мы поговорим с вами о модных детских прическах которые можно сделать на лето они очень простые и можно сделать дома самим мы берем вот длинные волосы красивые делаем посередине пробор разделяем его и сегодня мы сделаем очень-очень красивые косички косички для девочек выбираем выбираем прядь остальные волосы мы можем просто чтобы он нам не мешал убрать зажимом и начинаем плести вот отсюда вот сюда такую красивую косичку это очень замечательная прическа и не мешает на лице волосикам косичку мы плетем вовнутрь обычным способом ничего сложного из трех прядей желательно ее затягивать потуже тогда косички надолго хватит и плетем до самого-самого конца удобно с этими косичками можно проходить до от трех до пяти дней спокойно волосы не будут лезть в глаза ребенку это будет очень-очень удобно чтобы не мешали ежики можно любым гелем вот так вот пригладить все маленькие волосинки чтобы минус не вылазили летом практически до самого 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 конца затем мы берем силиконовые резиночки они прозрачны их не видно и закрепляем внизу косичку нашу теперь будем плести вторую резиночки можем выбирать как светленькие так и темненькие зависимости от цвета волос какие не понравится ребенку вот такие две замечательные косички у нас модные получились но чтобы они были не просто косичками очень красивыми косичками мы сейчас будем их украшать смотрите что у нас сейчас получилось вот такие стильные классные косички я думаю оценят все девочки остальное волос по желанию можно тоже заплести а можно оставить распущенным посмотрите как это смотрится красиво у меня очень четкое дежавю как будто бы это было вчера но на самом деле это было год назад мы точно так же в этой студии сидели и алина такая довольна говорю а я поехала в отпуск все увидимся там в августе или в сентябре и вот год пролетел и алина вновь уходит в отпуск но она еще увидится с вами в понедельник в рамках этой утренней программы но в студии со мной мужа когда приедешь кстати но в августе лёш ты только жди и я вернусь я буду ждать на этом же месте мы встретимся в августе также вас добро и бодро поприветствуем а пока мы с вами прощаемся у нас сегодня получился замечательный эфир по моему мнению да поэтому до новых встреч еще обязательно увидимся алина спаска алексей риман пока пока